Уважаемые делегаты второго съезда партии регионов Молдовы, уважаемые гости, наши соратники, второй съезд партии регионов Республики Молдова объявляю открытым, для приветствия государственных символов прошу всех встать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прошу садиться. Уважаемые делегаты, повестка дня второго съезда партии регионов Республики Молдова насчитывает 8 вопросов. У вас повестка дня имеется на руках. Какие будут предложения? Утвердить повестку дня. Других предложений нет. Прошу голосовать. Кто за то, что будет утвердить повестку дня? Из 8 вопросов. Кто за? Опустите руки. Кто против? Воздержался? Принято единогласно. Для успешной работы нашего съезда нам необходимо избрать рабочие органы второго съезда партии регионов Республики Молдова. Предлагается выбрать президиум, секретариат, мандатную комиссию, счетную комиссию и комиссию по доработке и редактированию проекта в постановлении съезда. Выборы президиума. Предлагаю президиум из состава 11 человек. Кто за то, чтобы 11 человек были избраны президиумом, прошу голосовать. Опустите. Кто против? Воздержался? Принимается. Я прошу, когда голосуйте, голосуйте мандатами, чтобы так положено на съезде. Персонально я предлагаю рабочий президиум избрать главан Николай, Ениогла Валерий, Саби Федор, Русу Владислав, Терзи Николай, Лесик Лидия, Киридс Анатолий, Лис Вера, Питкович Екатерина и Тиноляна Аурелиан, Формузал Михаил. Есть другие предложения? Кто за то, чтобы предложенные кандидатуры были избраны в состав президиума, прошу голосовать. Опустите. Против? Воздержался? Принимается. Я прошу рабочий президиум займите места, как раз ваши места освободятся, там смотрю люди стоят. Мы немножко не рассчитали зал, мы рассчитывали, что у нас будет 400 делегатов, но я вижу, что у нас районные организации избрали больше делегатов. Пожалуйста, занимайте места. Проходите, не стойте. Проходите, садитесь. Нам также надо избрать секретариат. Я предлагаю, чтобы в состав секретариата были избраны три человека. Думаю, что это оптимально и достаточно для работы. Нет возражений? Кто за то, чтобы численный состав был из трех человек, прошу голосовать. Опустите. Кто против? Воздержался? Принято единогласно. По численному составу секретариата и персоналям. Пурчика Евгений, Додонова Анна и Чекан Андрей. Кто за то, чтобы данные лица вошли в секретариат, прошу голосовать. Опустите. Опустите. Против. Воздержался. Принимается. Нам необходимо избрать мандатную комиссию, которая должна дать свое заключение на легитимность проведения нашего съезда сегодня. И они должны посчитать количество делегатов делегированных, количество присутствующих в зале. Предлагаю, чтобы состав мандатной комиссии тоже было три человека избрано. Нет возражений? Кто за то, чтобы три человека было избрано в состав мандатной комиссии, прошу голосовать. Опустите. Принимается. Персонально. Додон Василий, Бабуч Максим и Тимко Ион. Кто за то, чтобы наши коллеги были избраны в состав мандатной комиссии, прошу голосовать. Кто против, воздержался, принимается. Нам также необходимо утвердить счетную комиссию, которая будет считать голоса во время проведения съезда, когда мы будем обсуждать вопросы и принимать по ним решения. Предлагается, чтобы в составе счетной комиссии были пять человек. Они будут распределены по залу, по секторам и будут считать голоса делегатов. По численному составу пять человек нет возражений? Кто за то, чтобы было избрано пять человек, прошу голосовать. Опустите. Против. Воздержался. Нет. По численному составу предлагаю, чтобы в состав счетной комиссии были избраны Капанжей Игорь, Букатарь Константин, Колын Григорий, Ворникова Ксения и Погонц Наталья. Это как раз те люди, которые регистрировали, молодые люди, наши коллеги, члены партии, которые регистрировали вас перед началом заседания. Нет возражений? Кто за то, чтобы в состав счетной комиссии вошли указанные члены партии, прошу голосовать. Кто против? Воздержался, принимается. И нам необходимо последний рабочий орган наш избрать. Это выборы комиссии по доработке и редактированию постановлений и съезда. Я думаю, три человека достаточно для того, чтобы редактировать те тексты, которые мы с вами обсудим и примем, и все ваши предложения, чтобы учли и чтобы они попали в резолютивную часть документов, которые мы с вами принимаем. Три человека? Нет возражений. Кто за то, чтобы было избрано три человека в состав редакционной комиссии? Кто за то, кто против, воздержался, принимается. Предлагается поименно Терзи Николай, Янеогла Валерия и Пурчика Евгений. Нет возражений? Кто за то, чтобы данные члены партии вошли в состав редакционной комиссии по редактированию? Прошу голосовать. Кто за? Кто против, воздержался, единогласно. Рабочие органы съезда избраны. Прошу всех занять свои места. Ну, наверное, прежде чем мы перейдем к регламенту, необходимо будет мандатной комиссии. Где мандатная комиссия? Да, мы просим мандатную комиссию. Дома Василий, вы в составе мандатной комиссии, пожалуйста. Вы уже начинаете работать, потому что мы сейчас будем утверждать регламенты. По регламенту нашего съезда докладчик просит до 40 минут. Много? Сократим мы время до 30? Но я постараюсь уложиться за 30 минут. Содокладчики выступающие до 10 минут. Достаточно? Нет возражений? Если кто-то участвует в дебатах, я думаю, 5 минут достаточно. И короткие реплики не больше 2 минут. Как вы посмотрите на предложенный регламент? Есть предложение проголосовать и утвердить наш регламент работы нашего съезда. Других предложений нет? Опять, кто за то, чтобы утвердить наш регламент, прошу голосовать. Опустите. Кто против, воздержался, принимается. Я все-таки прошу, чтобы там не стояли. Вот есть места, проходите. Вот здесь 2-3 места я вижу. Вон там вижу 2-3 места. Проходите. Или это счетная комиссия? Проходите, проходите. Вот здесь есть места, не стойте. Это только у партии регионов. Количество мест строго совпадает с количеством делегатов. Прошу, садитесь. Садитесь, садитесь, садитесь. Мы ждем мандатную комиссию. Мы ждем мандатную комиссию. Сейчас мандатная комиссия завершит подсчет. И потом, после утверждения отчета мандатной комиссии, мы можем приступать и работать дальше. Прошу, садитесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Есть предложение утвердить протоколы мандатной комиссии. Других предложений нету. Кто за, прошу голосовать. Против. Воздержались. Принимается единогласно. Спасибо. Продолжение следует... Наш съезд легитимный. 99% присутствует делегатов. У нас есть и гости, которых мы пригласили. И пресса, но есть и наши коллеги по партиям. Мы пригласили на наш съезд председателя партии Патриотов Молдовы господина Гарбуза. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уважаемые соратники, уважаемые гости, друзья. Сегодня мы присутствуем на важном событии Втором съезде партии региона в Молдовы. Наше собрание... Это не просто встреча активистов. Сегодняшний наш съезд является высшим руководящим органом партии, и каждый из вас уполномочен участвовать в принятии всех решений в повестке дня. Поэтому я выражаю надежду, что совместно нам удастся принять важные решения, которые укрепят партии регионов и проложат ей путь к политическому успеху. Партия региона была создана два года назад. Ее появление на политическом небосклоне пришлось на крайне тяжелое для страны время. Экономический кризис, коррупция, бедность населения, межнациональная напряженность и территориальный раскол. Все эти явления требовали появления принципиально новой силы, которая была бы способна предложить адекватные решения для главных проблем. В обществе существовал большой запрос на появление нового формирования, не запачканного негативным опытом власти и имеющего четкое видение будущего развития нашей страны. Ответом на общественные ожидания стало создание нашей партии. С самого начала наша команда избрала принципиально новый подход к выработке идеологии новой силы. С одной стороны, мы стремились к тому, чтобы наши цели были направлены на удовлетворение интереса самых широких слоев населения. С другой стороны, мы решили не зацикливаться на строгом догматизме идеологии, которые устарели еще в прошлом веке. В результате нам удалось сформировать свод принципов, которые максимально отражают интересы населения и может быть эффективно применен в современных условиях. Главный акцент нашей идеологии, конечно же, касается регионов Молдовы, защиты их интересов и прав. Внимание к региональным сообществам, требования наделения их большей финансовой и административной властью нашли живой отклик и поддержку граждан. Но проблема на местах во многом является следствием политики, которая проводится на центральном уровне. Поэтому мы не можем не обращать внимания и не реагировать на те тревожные процессы, которые имеют национальный масштаб. Молдова, имея внушительный потенциал развития, накопленный еще в Советском Союзе, никак не может выкарабкаться из кризиса. Это происходит потому, что на протяжении 23 лет суверенитета все, кто приходил у нас к власти, занимались одними и тем же. Грабили свой народ, вне зависимости от политического окраса, демократы, коммунисты или либералы. Все они распродавали за бесценных госсобственность, занимались финансовыми спекуляциями, ссорились с соседними странами, брали и разворовывали иностранные кредиты. До 2009 года этим занимался один клан, а сегодня то же самое делает уже несколько конкурирующих олигархических кланов. Вот и вся разница. Неразбериха и бардак во внутренней политике продолжаются и во внешней деятельности властей. Бесконечные спекуляции на теме вступления в Евросоюз все меньше людей воспринимают всерьез. Молдова уже 20 лет шарахается от Москвы до Бухареста и от Вашингтона до Брюсселя. Из-за непоследовательности мы растеряли уважение на международной арене и не приобрели никакого авторитета. Ключевой причиной тех катастрофических для Молдовы процессов, которые мы наблюдаем, является вырождение властных элит. Еще самое первое руководство независимой Молдовы начало проводить политику вытеснения из всех сфер опытных специалистов, заменяя их либо по национальному критерию, либо по принципу личной преданности. В результате сегодня на большинстве государственных должностей, за редким исключением, находятся недостаточно компетентные люди, знания которых хватает лишь на то, чтобы набить свой карман. Можно ли ждать позитивных перемен, если реформу у нас двигают такие чиновники? Ответ очевиден. Деградация политического класса выражается и в том, что политики необоснованно часто и массово меняют свой политический окрас. С утра кто-то может быть коммунистом, а после обеда уже демократом. Из партии в партию перебегают и примары, и депутаты парламента, и даже целые фракции районных советов. Неудивительно, что избиратели проявляют полное недоверие словам политиков. В этих условиях мы говорим, что путь, по которому движется Молдова, губителен для страны. Сегодня утверждения, что Молдова может утратить свою государственность, больше не являются страшилками или преувеличением. Сегодня это реальная угроза. И этому способствует не только экспансионистская политика соседней страны, но и в большей степени само руководство Молдовы. Каким партия регионов видит путь восстановления для Молдовы? Мы разработали 11 главных принципов, реализации которых способно остановить уничтожение страны. Это модернизация всех сфер жизни, укрепление нейтралитета, децентрализация управления, реинтеграция страны через федерализацию, укрепление молдавской идентичности и создание системы истинного народовластия. Крайне важной целью деятельности партии регионов является укрепление единства общества. Поэтому мы проводим политику сотрудничества и взаимодействия с широким кругом общественных организаций, граждан, которые, имея собственный взгляд на частности, сходятся с нами в главной цели построения нейтральной, независимой и демократической Молдовы. За время своей деятельности партия регионов стала объектом большого интереса со стороны других политических формирований. Мы регулярно получаем приглашение к сотрудничеству или проведение совместных акций. Весной этого года наша партия стала ядром для создания блока сил государственников, в который вошли еще две партии. Партия патриотов Молдовы и социалистическая партия. Это не предвыборный блок, и на выборы мы пойдем самостоятельно. Но тех наших целей укрепления государственности Молдовы, которые разделяются другими силами, мы решили добиваться сообща. Консолидация во имя укрепления государственности тоже является неотъемлемой частью нашей идеологии. Уважаемые единомышленники, после этого съезда мы вступаем в предвыборный год. Уже сейчас в обществе заметна активизация партий. К сожалению, Молдова ждет, пожалуй, самая грязная избирательная кампания за все годы независимости. Все методы шантажа, подкупа, махинаций, которые отрабатывались за последние 20 лет, сейчас будут применяться в полную силу. В этих условиях перед партией регионов встает ряд сложных задач, от выполнения которых зависит наш успех в избирательной гонке. Мы не можем соревноваться по количеству финансовых ресурсов или по административному ресурсу. У нас нет покровителей в Европе или Америке. Мы не имеем влияния на ЦИК. Поэтому сильной стороной нашей команды должны стать идеологическая мотивация, организованность, исполнительность, близость к гражданам и, самое главное, высокие профессиональные и моральные качества наших собственных кандидатов. Говоря о задачах на предстоящее до выбора время, хочу обозначить несколько моментов. Первое. Выпуск партийной газеты. Издание газеты регионов доказало свою эффективность и востребованность. Зачастую наша газета становилась не только источником информации о жизни регионов, но и площадкой для обсуждения важных идеологических вопросов. Поэтому необходимо продолжить это направление работы, чтобы газета была консолидирующим фактором для районных отделений партии. Я бы просил членов партии, чтобы не стеснялись, писали свои собственные мысли, которые мы можем опубликовать на страницах собственной газеты партии регионов Молдовы. Партийное строительство. В целом, я удовлетворен темпом строительства и расширения партии. Необходимо продолжить наращивать кадровый потенциал, проводя консультации и переговоры не только с безусловными сторонниками партии регионов, но и с симпатизантами, которые не готовы вступать в наши ряды. Мы не гонимся за численностью. Не будем забывать, что в КПСС состояли десятки миллионов советских граждан, но это не спасло ее от краха. Когда мы говорим о партийном строительстве на первом съезде, нас было 150 человек. Сегодня нас 468 делегатов. Это в три раза больше, чем было всего лишь навсего два года назад. Если мы с вами дружно будем продолжать так работать, через два года на съезде партии мы будем иметь не меньше тысячи делегатов. Есть несколько районов, где мы еще не имеем свои партийные организации, и нам предстоит и в этих районах открыть наши партийные организации, найти достойных людей, которые вместе с нами будут реализовывать нашу программу и 11 принципов партии регионов Молдовы. Формирование избирательного списка. К официальному началу выборов мы должны подойти с уже готовым предвыборным списком кандидатов. Поэтому подбор кандидатур должен начаться уже сейчас. Весной 2014 года все районные структуры партии должны определиться с кандидатурами, которые будут предложены на утверждение Национальному совету партии регионов Молдовы. Руководство партии не намерено вмешиваться в процесс избрания кандидатов, но необходимо иметь в виду, что все потенциальные кандидатуры на включение в предвыборный список должны соответствовать самым строгим критериям. Мы уже привыкли, что каждая правящая партия перед выборами норовит изменить в очередной раз избирательный кодекс под себя. Поэтому нам надо быть готовыми к выборам и по одномандатным округам. Вы знаете, какая чехарда творится с кодексом. Каждый раз подстраивают политические партии и избирательный кодекс под себя. Поэтому я не удивлюсь, если через 2-3 месяца в очередной раз раскромсают избирательный кодекс и будут одномандатные округа. Поэтому мы должны быть готовы выдвинуть сильные кандидатуры и по одномандатным округам. Когда мы говорим о том, что мы не будем вмешиваться в процесс определения делегатов на районном уровне, мы имеем в виду, что вы вправе там сами определиться, кто наибольшую эффективность и пользу принесет вашему региону. И не обязательно он должен быть членом партии регионов. Мы готовы выдвигать и тех людей, которые не состоят в партийных организациях, но сильные личности, которые наведут порядок и принесут пользу своей территории, своему региону, своей стране. Мы не зацикливаемся на том, что только член партии должен быть в списках. Нет. Мы готовы сотрудничать, в том числе и с другими партиями готовы сотрудничать. Но люди должны быть те, которые действительно на первое место ставят интересы нашей страны, Республики Молдова. Отношения с другими партиями. Я уже отметил, что на выборы нам необходимо пойти самостоятельно. Но это не отменяет возможности сотрудничества с единомышленниками из других формирований. Налаживайте конкретные и плодотворные отношения со всеми силами, в том числе с неправительственными организациями, которые разделяют наши базовые принципы. Гражданское общество. Надо привлекать к процессу выработки, принятия и реализации решений. Вот эти 11 принципов, они отвечают интересам Республики Молдова, интересам укрепления ее государственности. И здесь надо подключать гражданского общества, неправительственные организации и нечленов партии, единомышленников. Нам также необходимо устанавливать связи и наладить сотрудничество с партиями других стран. Хочу вас проинформировать, что мы эту работу проводим. У нас налаживаются хорошие связи с партией регионов Украины. У нас налаживаются и с другими политическими партиями других стран. В ближайшее время мы будем с ними подписывать соглашение, и наша партия будет сотрудничать с другими партиями из других государств. Доверие населениям. Одна из главных сложностей, с которой мы неизбежно столкнемся в своей деятельности, это усталость и недоверие населения. Люди устали от обмана и никому не верят. Поэтому мы должны объяснять людям, что нужно научиться наказывать политиков за обман. Что делать с партиями, которые пришли к власти, но не оправдали доверие своих избирателей? Объявить им бойкот и больше не голосовать за них. Как относиться к партии, которая уже была 8 лет у власти, не оправдала доверие и теперь снова рвется во власть? Точно так же отказать ей в доверии. Мы видели за 23 года независимость Республики Молдова, много политических партий. Если рассмотреть, сегодня сценарий, который реализуется, вот эти в альянсе плохие, но мы вернемся и мы будем работать лучше, чем они. Вот лейтмотив их требований. Отстраните этих, мы должны вернуться обратно к власти. Но если вы внимательно проанализируете, половина этих, что сегодня у власти, вышли из той партии. Это воспитанники той партии. Где гарантия, что вы что-то измените? Если за 8 лет ничего не изменилось, если за эти 3 года ничего не изменилось, один единственный выход, один единственный. И задача каждого из нас довести эту точку зрения до людей. Ни один голос никто не должен получить из ныне действующих партий во власти и в оппозиции. Ни один. Пусть выберут новые политические партии. Если чем-то не устраивает 11 принципов и программа партии региона, пожалуйста, пусть голосуют за другие политические формирования. Но только за новые политические формирования. Хватит. Если мы не научимся наказывать политические элиты, которые деградировали, ничего в нас в стране не изменится, и мы потеряем свою государственность. И мы должны это осознавать. Общество должно вырваться из замкнутого круга, в который его вогнали нынешние правители и псевдооппозиция. Гражданам необходима реальная альтернатива. И партия регионов должна и может стать такой альтернативой. Я уверен в успехе наших идей. Я уверен в успехе нашей команды. И я уверен, что нам по силам достигнуть поставленных целей. И что мы сыграем важную роль в начале возрождения Республики Молдова. Очень много сомневается. 6% большой избирательный порог. Эксперты все говорят, кроме ныне действующих партий, никто не войдет в парламент Республики Молдова. Кто сказал это? Это те самые проплаченные эксперты, которые купили себе дипломы в подземном переходе. И они сегодня с экранов телевизора поют те песни, которые им заказали хозяева, и говорят, только 4 партии. Кто вам это сказал? Посмотрите, 468 делегатов здесь есть. Сколько нам надо для того, чтобы мы прошли в парламент Республики Молдова? Наша партия. И начала наводить порядок в стране. 200 человек каждый из вас привел, и наша партия находится в парламенте Республики Молдова. Это сложная задача. Каждый из вас личность, имеет свой жизненный опыт, имеет свое мнение. Каждый мобилизовал 200 человек, и мы с вами через год в парламенте Республики Молдова. Это что, сложная задача? Это не сложная задача. Это нам, всем заранее говорят, жителям Молдовы, проплаченные эксперты с экранов телевизоров. 25 лет он уже эксперт конституционного права. Какой это эксперт 25 лет? Выступать по телевидению? Ты работал в конституционном суде, и он этот эксперт уже зомбирует с экрана телевизора людей. Все, никто не пройдет. А я вам говорю, пройдем. Мы с вами пройдем. И мы будем в парламенте Республики Молдова. И начнется от нас возрождение Республики Молдова. Я желаю нам всем хорошей, успешной работы во благо Республики Молдова. Спасибо за внимание. Уважаемые делегаты, желающие выступить, пожалуйста. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Болгар говорю, ясно, что вы уже ничего не вернете, но хоть наберитесь смелости, пройдитесь по каждому селу, соберите сход граждан и извинитесь перед народом. К сожалению, таких не находится. Не найдется таких и в нынешней власти, которая буквально недавно расширила перечень приватизации тех объектов, которые на сегодняшний день приносят прибыль и пополняют бюджет государства. И безусловно, что вот этими их провалами, этим их унижением народа мы не имеем права не воспользоваться и не имеем права донести эту правду для людей. Не надо знать на зубок устав и программу партии. Надо принципы, заложенные в основу деятельности партии, изучить. И там раскрывается вся наша деятельность и вся наша позиция, что власть в стране должна принадлежать народу, как это заложено в Конституции. И когда нам сегодня говорят так называемые политические аналитики, особенно вот я говорю, не перевариваю, когда каждый день, как включаешь канал, Анатол Царанов, у вас на Антоне, слушайте. Те, которые, ну, под всех подстраивались, во всех политических партиях были, свои политические партии создавали, ничего у них из этого не получилось. Нашли кормушку, подплачивает, почему же не говорить, не то, что думаешь, а то, что тебе говорят, говорить. Мы не должны идти по такому пути. Мы должны идти из дома в дом. Каждому человеку знать его позиции, объяснять, что мы хотим. Что мы хотим, чтобы каждый в каждом селе, каждый в каждом районе знал, кто его депутат, что болит у этого народа, и что он хочет для того, чтобы те проблемы, которые сегодня у людей существуют, они были сняты. И как в своем докладе подчеркнул Михаил Макарыч, будут давления, будут угрозы, будет шантаж. Любая инициатива, вот последняя инициатива даже Михаил Макарыча по вопросу проведения референдума о том, куда хочет гагаузский народ, или народ Молдово-гагаузской национальности. На восток или на запад? И тут говорят, что внешняя политика – это приоритет республиканской власти. А совет с народом, что это внешняя политика? Вы меня извините, но я как юрист вам говорю, что это не внешняя политика, это совет с народом. Хотят спросить у людей, как вы считаете, где вам будет лучше? Сегодня мы говорим, мы не против европейской интеграции, в наших принципах заложено, что мы хотим дружить со всеми, но во имя и во благо народа Молдовы. И поэтому мы должны знать мнение этого народа. Без мнения народа мы, как Сусанин, непонятно куда страну заведем. Но путь понятный, мы потеряем государственность, мы потеряем независимость, мы потеряем лицо. Нам будет стыдно перед детьми и внуками за то, что мы в нужное время не дали свой голос туда, куда он должен был бы пойти. И если вы заметили, у нас 60% где-то выходят на выборы. 40% это люди, которые потеряли доверие ко всем или вообще ко всему безразличны. И это тот пласт электоральный, с которым надо работать. У каждого у нас друзья, семьи, родственники. Поэтому мы должны сплотиться. Я вижу, что в зале есть умудренные опытом люди. Есть молодежь, которая есть, чему у нас научиться. Поэтому с Богом всем нам и в добрый путь. Партия регионов должна быть в парламенте. Спасибо. Тевзи Николай, следующий выступающий. Пожалуйста. Есть предложение после этого выступления. Еще кто-то же? Да, да, да. Пожалуйста. Еще дадим нашей гости. Социалистическая партия хочет нас приветствовать. Дадим слово. Нет возражения? Да. Пожалуйста. Уважаемый господин председатель партии, уважаемые делегаты и гости второго съезда партии региона Молдова. Готовясь к сегодняшнему съезду, снова тщательно прочитал устав, программу и декларацию принципов партии, анализировал проделанную за два года работу. Больше всего мыслей и размышлений дают 11 принципов нашей партии, так как устав и программа, по моему мнению, составляются на базе общего для всех законового партия. Для всех законов партии. Да потому что за два года работы много раз приходилось раскрывать эти принципы как в беседах со сторонниками, так и с оппонентами партии. Я еще раз понял, что в этих принципах отражены самые болевые точки жизни нашего общества и именно на позициях этих принципов пропагандистская машина, находящаяся у власти партии, днем и ночью отравляет сознание наших граждан, сознательно искажая или открыто обманывая при предоставлении информации об истинном положении дел в стране. Не буду останавливаться на всех принципах, их суть подробно рассказал председатель партии. Одной из основных проблем нашего общества является евроинтеграция, которую начали коммунисты в 2005 году. В 2006 году даже это понятие заложено в главные документы партии коммунистов, а с 2009 года нынешние власти обвели курс на европейскую интеграцию. Причем облачили его красивую обертку. Будем жить как в Европе, будем получать как в Европе, будем ехать, ездить по Европе, иметь работу, экспортировать наши товары и валом пойдут к нам инвестиции и так далее и тому подобное. Пору увлечься такой радужной перспективой, примерно как в советские времена нам обещали прерести коммунистического рая. Но что же мы имеем в результате? Под этим лозунгом европейской интеграции происходят катастрофические события в Молдове. Рейдерские захваты, разгул коррупции и контрабанды, убийства, сокрытие убийств, окончательный раздел страны, удар по государственности и территориальной целостности в виде официально размещенных иммиграционных постов вдоль с границей Приднестровского региона. А если нам недорога самим наша страна, то иностранцам будь они хоть братья, хоть совсем чужие, тем более. Вот и Румыния недавно заявила об отказе от ратификации договора о нерушимости границ, а чиновники нам хором говорят о каких-то успехах небывалых республики Молдова. Но мы, партия регионов, по определению представляющие районы и села Молдовы, видим, что это далеко не так. И мы не хотим, чтобы нас обманывали. За какие такие успехи Молдова вдруг окажется Евросоюзе со своей подорванной экономикой, кумовским капитализмом и коррупцией? Как может случиться, что самая бедная страна Европы хочет и может попасть в элитный клуб экономически развитых государств этого континента, минуя все преграды? Если человек адекватен, ответ на данный вопрос напрашивается. Да никак. Можно поставить вопрос и по-другому. Зачем тогда надо было выходить из одного союза СССР, где по некоторым версиям нас нещадно эксплуатировали, лишали элементарных прав и прочее, прочее. И тут же вступает другой союз, где нас также лишат прав распоряжаться своими финансовыми ресурсами, частично урежут права руководства страной и так далее. Зачем нам всякие союзы, которые лишают страну и людей каких-то прав и взамен не дают практически ничего? Думается, ответ напрашивается сам собой. Молдавскому народу он точно не нужен. Нам надо, уважаемые коллеги, использовать ситуацию нетранспарентности отношений руководства страны с чиновниками Евросоюза и ясно, внятно, с конкретными примерами объяснять людям все наши 11 принципов, которые, по моему мнению, близки подавляющему количеству населения страны, независимо от национальной, конфессиальной и даже партийной принадлежности на сегодняшний день. Не надо строить Европу дома, у нас, в Молдове, стимація коллеги. Индиферент де статуту, програму и принципиилу партийу, ролл принципу окупе омол. Антериор, президенте партийу са экспус асупра принципиилори де лукру с электоратом пенту периода вормотаре. Не ма вой репета асупра ацестер. Вреу са спун altчева. Деспри ролл прищедентелу партийу. Ин дефирите партии, ел ест възут дефирит. Ши ін калитата де лидер, ши ін калитата де ашазиса locomотива. Ачаста ситуація персиста în политика, в том числе в Молдове, который в Молдове определяет большую часть успешного партнера. Я смотрел на листья партнера в Молдове и, respectively, на лидеры этих партнеров. Я скажу в следующий момент, Воронин, в отличие от конкурсов, но кто-то не любит репутатия или не функционально смотрел на electorат. Михаил Асидич, Асидар, асидар, ла зио де аз, ла вем у лидер де Региуне, Формузал Михаил Николаевич, каре ете функционал, актив и демонстриаза succesи в резолвание проблеме конкрете. Каре сут реализари конкрете али экипе председательной партии в Региуне. Почему я об этом говорю? Потому что в районах очень часто спрашивают, кто такой, как, откуда появился, что он такой сделал, что мы должны за него голосовать. И не надо объяснять людям. Что это самое важное для людей на зиуа де ази? В первую очередь, санататат и едукация. Буна партия кареа фосит реализат и это даторит азиа колоборалии кау авторитецам зоны лоци и регионали, донатарии экзтерни и гуверн в Республик Молдова. Кае результата, цирка 170 млн. леи азиа фосит в древнецат в региуне в азиа в стачкаке. Медиками и професори Они учатся и учатся на различные курсы для перфекционирования профессиональной в стране. В «Автономии» создавая традиция что популяция будет обеспечить средства медицинских медицинских в Турции и эффектация, в последнее время, интервенцией хирургической, фэрэплата. Институты медицинские медицинские динам, почти до тех. Моя mayoría с этих детей они аналогичны с такими в СПИАЛО. Оптимизирование Те это нужно видна и в этой регионе. Существа в класе наркоматérica, но, в основном, никакой фотодой не был силой из институты инвесцент. Но маленькие места находятся и там. Не из-за того, что локвейцарь и локвейцарь для регионов векин, которые служат в медицинские институты в autonomе, но некоторые сады, как молдовинские, так и бульгарьские, периодически приходят с помощью входа в компоненте районного регионов. Другие резервы получают от эхипы лидерного партнера, лидерного региона Молдовии, например, сайдопозитив коммерческий, увеличение дублого экспортного, газификация около 90% господарилор, а не только среди центровых саталилор. Существуеты, но очень многое, что очень многое, которые будут реализованы. Существуеты, что, вместе с этим лидер, мы будем работать в парламент, и, в основном, эфортилор партнерного партнера, в начале периода в санитасирии статалитетии Молдова и в социализации многих dificultей экономики в статусе. Ваим, дам, что, в действительности зильника с электоратом, это нужно использовать данные конкретные реализации и результаты для эхипии. Ваим, что-то ищи в рамках у людей. Раста зависит от эфорта наше и от фиикарного партнера. Ваим, спасибо за внимание. Пожалуйста, социалистическая партия, господин Виктор Дорожко. Уважаемые участники съезда, разрешите поприветствовать всех делегатов второго съезда Патрии регионов от имени Социалистической партии Молдова. Я уверен, что съезд пройдет в творческой, созидательной обстановке, а принятые решения будут способствовать укреплению партийного потенциала. Нам приходится констатировать, что ситуация в стране за последние 8-9 лет меняется в сторону укушения как по причине полного отсутствия дальновидности, так и по причине амбиций и продажности руководства страны. Как нынешнего, так и предыдущего. Объявленный безальтернативный курс на евроинтеграцию, еще руководством ПКРМ, явно ошибочен и пагубен как для страны, так и для ее народа. В данных условиях становится понятна возникающая апатия со стороны общества к политическим формированиям. Граждане, оказавшие доверие как правящим, так и оппозиционным партиям, имеют негативный опыт обманутых надежд и ожиданий. Поэтому мне представляется очень важна та миссия, которая ложится на наше политформирование. Наши партии несут особую миссию по консолидации общества вокруг идеи поступательного развития Республики Молдовы в рамках единого экономического пространства вместе с Белоруссией, Россией и Казахстаном. Исключая амбиции, нам необходимо доказать обществу, что есть политические и патриотические силы, ставящие общественные интересы выше личных и борющие за благо большинства, а не возврата к власти. В заключение мне хотелось бы пожелать успехов съезду, хотелось бы пожелать интересных идей для заседания нашей Молдовы и доведения этих идей до реализации. Желаю всем участникам плодотворной, содержательной работы успехов и всего самого доброго. Спасибо за внимание. Одну реплику просят, имеем право по регламенту. Пожалуйста. Здравствуйте. Терзий Виктор, писатель Гагаузской молодежи, являющийся членом партии регионов Молдовы. Я хотел бы напомнить всем, что у нашей партии есть сайт регион СМД и почта, на которую я хотел бы попросить вас всех заходить и оставлять ваши координаты, данные, кто чем занимается, чтобы мы могли с вами связываться, приезжать вам в гости, показать нашу мощь и силу. Спасибо. Спасибо. Есть предложение подвести черту? Какие будут мнения? Есть предложение, чтобы мы утвердили доклад? Других нет предложения? Кто за данное предложение прошел голосовать? Кто против, воздержался? Принято единогласно. Спасибо. Переходим к следующему вопросу повестки дня. Это отчет ревизионной комиссии партии региона Республики Молдова за предыдущий период. В 2011 году партия только была создана. Партия открыла свой счет и проводила финансовые операции в 2012 году и по сегодняшний день. Поэтому отчет содержит за полный 2012 год, который представит председатель ревизионной комиссии, которым мы избирали еще два года назад, господин Владислав Руссов. Уважаемые коллеги, я предоставлю вам отчет ревизионной комиссии по расходованию средств партии региона Республики Молдова за 2012 год. Поступило средство от шлесных взносов и партийных спонсоров за отчетный период 262 356 лей. Израсходовано 251 036 лей и 52. Из них 10% налог на наим в бюджет – это 18 815 лей. За аренду помещения – 170 183 лея. Услуги банка – 1114 лей. Расходы на рекламу – 30 889 лей и 65 банков. Другие расходы с предприятиями – 27 558 лей. Заводу – 331 лей. Представительские расходы – 2146 лей. Остаток средств на счетах по состоянию на 1 января 2013 года – 11 319 лей и 51 банков. Нарушений поведения финансовой отчетности не обнаружено. Спасибо. Какие будут предложения? Утвердить отчет ревизионной комиссии. Других предложений нет? Нет. Кто за то, чтобы утвердить отчет ревизионной комиссии за 2012 год? Прошу голосовать. Опустите. Кто против, воздержался, принимается единогласно. Переходим к следующему вопросу. Выборы членов Национального совета партии региона в Республике Молдова. По этому вопросу докладчиком будет зам. председателя партии господин Николай Главан. Прошу голосовать. Прошу голосовать. Додон Василий, Пан Александру, Боев Иван, Карауш Игорь, Лесик Лидия, Маковей Василий, Роготе Георги, Додонов Сергей, Коган Аурел, Иванова Юлия, Бабоч Максим, Бежанару Александру, Черней Нина, Нистор Виктор, Кирица Анатолий, Тинко Ион, Цуркану Михаил, Лис Вера, Гуменко Сергеев, Чернелевский Ион, Тиноляну Аурелия, Плешко Ион, Бузаджи Сергей, Генов Владимир, Крестева Поросковия, Ябанжи Думитру, Балканы Федор, Петкович Екатерина, Узун Георги, Друми Думитру, Узун Сидор, Топал Андрей, Формозал Иван, Братан Георги, Губогло Олга, Попова Светлана, Балов Илья, Стоянов Илья, Анистиадий Валерий, Дудукал Игор, Томайлы Петру, Кырбала Олга, Златов Петру, Арнаут Иван, Георгица Александру, Торлак Василий, Николаев Николай, Турба Павел, Димогло Сергей, Куру Наталья, Кадын Наталья, Чурку Виталий. Я хочу напомнить вам, уважаемые делегаты съезда, что у нас в уставе записаны те районы, где у нас еще не созданы партийные организации, когда создается партийная организация, то председатель территориальной районной партийной организации, он автоматически становится по уставу партии членом Национального Совета. Предлагаем вам утвердить состав Национального Совета. Других мнений нету. Кто за то, чтобы утвердить состав Национального Совета, прошу голосовать. Опустите. Кто против, воздержался, принимается. Переходим к следующему вопросу. О резолюции решения второго съезда партии региона Республики Молдова и его обращения к избирателю. Резолюцию съезда зачитаю я, а обращение зампредседателя Николая Главан. Резолюция второго съезда партии регионов Молдовы. Заслушав доклад председателя партии и выступление делегатов съезда, подводя итог работы форума, второй съезд партии Республики Молдова константирует. Нынешняя общественно-политическая ситуация в Республике Молдова характеризуется системным кризисом, поразившим главные сферы общественной жизни. Выходом из сложившегося положения может и должен стать переход к власти новых сил, которые опираются на ценности патриотизма, национальные интересы ставят выше узкопартийных и готовы предложить пакет действенных антикризисных мер. Главным требованием к новым силам должно стать отсутствие негативного опыта участия во власти. Сегодняшнее противоборство демократической власти с коммунистической оппозицией является борьбой одинаковых, по сути, сил, чьи истинные претензии друг к другу сводятся к вопросу, кто будет контролировать финансовые потоки и кому будут принадлежать главные сферы производства. Нахождение у власти каждой из нынешних парламентских партий несовместимо с развитием Республики Молдова и интересами граждан. Шанс на возрождение Молдовы может появиться только в том случае, если нынешняя власть и парламентская псевдооппозиция одна за другой будут отправлены на свалку истории. Для этого граждане должны использовать шанс следующих парламентских выборов и объявить бойкот всем без исключения парламентским силам. На сегодняшний день реальной альтернативой как разочаровавшей оппозиции, так и не оправдавшей доверия власти является партия регионов Молдовы. Авторитет лидеров партии регионов Молдовы, ее кадровый потенциал, идеология программной принципы, а также готовность работать с самым широким кругом сторонников и симпатизантов, позволяет быть уверенным в способности партии объединить молдавское общество, начать процесс сближения двух берегов Днестра и сформировать профессиональное правительство, которое положит начало возрождению Республики Молдова. На основании вышеизложенного, опираясь на полномочия, делегированные всеми членами партии Республики Молдова, а также, отвечая ожиданиям сторонников, съезд принимает следующее решение. Первое. Принять к исполнению поручения председателя партии, а именно территориальным организациям партии Республики Молдова усилить агитационную и разъяснительную работу с населением. Второе. Поручить редакции партийной газеты продолжить выпуск газеты регионов. Третье. Территориальным организациям партии Республики Молдова провести до конца весны 2014 года районные конференции с целью определения кандидатур на включение в предвыборный список партии регионов Молдовы. Официально учредить молодежную организацию партии регионов Молдовы. Утвердить стратегию самостоятельного участия в выборах, сохраняя сотрудничество с идеологически близкими партиями и организациями. Принять обращение к гражданам Республики Молдова с призывом на очередных выборах объявить бойкот всем нынешним парламентским партиям. Вашему вниманию предлагается вот такая резолюция. Какие будут дополнения? Вот те предложения, которые прозвучали от выступающих, я думаю, что у нас есть редакционная комиссия. Мы сейчас его в целом можем принять с небольшими извинениями, которые будут внесены редакционной комиссией. Нет возражений? А, реплика, пожалуйста. Почта, телеграф, он тоже говорил. Ну что, усилить работу с использованием технических средств и возможностей телевизионных каналов. Таким пунктом записываем, да? Будем откровенны, сложно будет получить чистоту при нынешней ситуации. Принимается, реплика, принимается предложение. Еще есть? Да, сделаем, да. Все понятно, да. Есть предложение... Да, электронные средства массовой информации. Есть предложение утвердить резолюцию. Других нет предложения? Кто за утверждение резолюции, прошу голосовать. Опустите. Кто против, воздержался, принимается. Я прошу, чтобы сейчас зампредседателя партии Николай Главан зачитал обращение к избирателям, к жителям Республики Молдова. Обращение партии регионов. Других нет votes для партии партии регионов, к жителям Республики Молдова. Стимащи кончетацени, Ании де кризе continuо, к каре се конфрунта Республика Молдова, у адус цара настра пына ла о лимите, дупо каре не аштеапта у периколу реал де пердере а статалитетии. Депенденца де финансаря externа, экономия марта, justиție дисфункционала, дивизаря территориала, ексодолу масла популяції, lipsа де авторитати на нивелу интернационал, ексодолу о лимите партииала а куцеририлор але царей ноастри пенту май мут дуу декенеи депенденца. Унилии динтри процесели каре ау лоха астази не индика фаптол ка пенту елита ноастра де гувернаре ексиста инкотинуаре а унии молдови суверане притернице нумай есте адеквата. Аре лоха о трансфераре актива а аверилу богате пе контурь дин страинітате неграва се дистрама рестуриле притететии дистат. Миние aveм тоте шанзи деа не трези ну република Молдово чеа индепенденте че пе тиреторио афлат суб контролу extern. Нои кредем ка некомпетенца функционарилор публич лэкомия conducатурилор дистат репрезинта даро о консичинта. Кауза принципала стариi актуале ассоциаттіи ноастри есте ка нои четотенеи ну ам птут са вецам са контроле репрезентантей алейши де нои. Нои ну ам вецат са-и педипсим пенту облигациите неиндеплините, оферин политиченилор то еближтаттія де не ёссіла пе нои ёссіне ён депетат. Ам оцаржат неи ёсссіне дэ депутатте че ёссоць вецтіѕтті ла криме дотмай мари дэпотрива цитатѐнилор. Астази, каа Республика Молдова есте пе маргина препастей, ам ођтима окази дэ Доброе утро! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова С учетом изменений и добавлений есть предложение утвердить обращение гражданам? Нет других предложений? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался? Принято единогласно. В повестке дня у нас есть еще один вопрос. Это восьмой вопрос. Разные. Я хотел бы несколько акцентировать внимание на нашем бренде. Вы знаете вот наш партийный символ. Многие спрашивают, что было заложено в этот символ. Если вы обратите внимание, там три руки. Эти руки под цвет государственного флага Республики Молдова. И написана партия регионов Республики Молдова. Вот эти руки простых трудяк, жителей Молдовы. И молдаван, и украинцев, и русских, и болгар, и евреев, поляков, гагаузов. Все, которые испокон веков жили на этой земле, трудились и создавали благо вот этими руками, вот наш символ. И вот этими руками мы с вами можем, объединив усилия, под флагом, нашим флагом Республики Молдова, мы можем, мы должны и обязаны дать Молдове шанс на развитие. Если мы с вами будем пассивными, есть вероятность того, что Молдова может потерять свой суверенитет. Все, мы находимся у последней черты. Вот этот символ, я прошу вас, всех членов партии, если у вас есть автотранспортное средство, наклейте его на машину. Если вы посмотрите на мою личную машину, моей семьи, вы увидите такой знак на моем автомобиле. Если вы едете по дороге и увидели автомобиль, который стоит на обочине дороги с этим знаком, вы являетесь членом партии, остановитесь, окажите помощь. Партия найдет возможность, как вам сказать за это спасибо. У вас в папочках есть этот символ. Я прошу вас, как минимум 10-20 тысяч автомобилей Молдовы должны иметь этот знак в ближайший год. Мы с вами, я абсолютно уверен в этом. Через два года во дворце Октомбрия проведем съезд. Нам не хватит мест, как сегодня не хватило здесь мест. Не будет хватать мест там, в зале, потому что люди хотят перемен. К старым доверия нету. Все, исчерпали. Вот символ будущей Молдовы. Это рабочие руки крестьян. Трудовой интеллигенции. Трудового человека. Интеллигенции. Вот этот сплав. Вот что мы закладывали в символ нашей партии. Вот этот символ каждый человек в Молдове должен знать. Что этот символ принесет ему пользу. Ни какие-то там другие. Дальше. Сегодня на съезде я почувствовал несколько таких лозунгов, которые прозвучали. Вернем Молдову молдаванам. А так и есть. Небольшая кучка таких унионистских сил диктует погоду в республике Молдова, а простые рядовые молдаване как-то стесняются отстаивать свои права. Вернем Молдову молдаванам. Очень хороший лозунг. Ни одного голоса тем партиям, которые находятся у власти. И оппозиционным. Они тоже были у власти. Мы попали в какую-то петлю времени. Одни приходят к власти, другие группируются, съедают этих. Потом тех, которых съели, опять группируются, опять съедают этих. Ну что, мы будем с вами свидетелями постоянных демократы, коммунисты, демократы, коммунисты, демократы, коммунисты. Жест всех. И да здравствует партия региона в республике Молдова. Когда мы говорим, почему именно партия региона, а вы обратите внимание, вот посмотрите друг на друга. Честные, порядочные люди, которые всю жизнь трудятся. Которые не продали свою совесть. Которые живут по нормам христианской морали. Потому что вы живете в регионах. И вы соблюдаете те традиции, которые испокон веков соблюдали наши предки. Когда на территории Молдовы мы всегда жили в мире и согласии. Все народы, малые народы, большие, национальные меньшинства, и все жили в мире и согласии. Что случилось, что мы это потеряли? А потому что к рулю государственного управления были допущены люди с совершенно другим моральным обликом. Не соответствующие нормам христианской морали. Поэтому они сейчас нам внедряют все эти стереотипы, шаблоны, которые чужды молдавскому народу. И мы с вами несем ответственность за будущее своей страны. Потому что мы все граждане своей страны живем здесь, в республике Молдова. Такими темпами, как сейчас идет миграция из Молдовы, скоро уже и не останется жителей Молдовы заполнить выходцы из Африки, из других мест. Хотел бы обратить ваше внимание еще на такой аспект, как манипуляции на телевизионных каналах. Раньше критиковали канал NIT за манипуляции коммунистические. Закрыли тот канал, но взамен появились другие каналы, которые манипулируют в 10 раз изощреннее, чем канал NIT. Канал NIT по сравнению с сегодняшними каналами, это детский сад по сравнению с тем, что мы наблюдаем сегодня. Когда выступают эксперты и говорят, вот эта партия имеет такой рейтинг, вот эта партия имеет такой рейтинг. Где они эти рейтинги делают? Они делают в кабинетах чиновников, которые им заказывают этот рейтинг. И на проплаченных каналах этот рейтинг озвучивают. Последний рейтинг, который показал господин Царану, говорит о том, что национал-либеральная партия госпожи Павличенко, ну, я не знаю, там два члена есть, наверное, она и Джон этот, как его, оно же или как. Значит, это оказывается очень высокорейтинговая партия, я был удивлен. И я не знаю, как назвать этих людей, высокопрофессиональные это люди или какие высокопрофессиональные? Вот слово, проплаченные. Наша задача объяснить людям то, что говорят с экрана телевизора. Человек должен научиться анализировать и сравнивать с действительностью. А это очень большая разница. Нам предстоит очень большая работа в этот год. Особенно, что касается подготовки к избирательной кампании. Телевизионные каналы специально создали такие условия, потому что эти все каналы принадлежат ведущим политикам страны. И они создали условия, при которых у партии регионов не будет возможности проплачивать рекламные ролики, они будут стоить сотни тысяч лей. У нас работа пойдет с населением. И мы думаем о том, что сказали насчет телеканалов, то, что сказали насчет пропаганды с привлечением технических средств интернета. Мы над этим очень сильно работаем. И в ближайшее время мы предложим несколько вариантов решения этой проблемы, для того, чтобы мы могли достучаться до каждого жителя. Но самая главная работа – это работа с людьми на местах. Формируете круг единомышленников, каждый из нас. Я сказал вам, 468 делегатов, по 200 человек список составить, поддержать нашу партию, и мы в парламенте Республики Молдова. И вы посмотрите, как будет вести себя партия регионов в парламенте Республики Молдова. Там не будет дележки портфелей и финансового потока, там будет ответственность. Будучи в парламенте, мы сможем озвучить голос всех тех народов, народных, национальных меньшинств, которые выброшены на обочину политической жизни. В нашей партии в списках будут и русские, и украинцы, и болгары, и гагаузы, и другие. И естественно, что в списках большинство мест будет Молдаваны, Молдаване имеют. Это вот срез нашего общества, 60-65%, 30-35% другие. Вот этот срез будет у нас. И у нас, в нашей партии, все 32 первые места будут по регионам. Вы посмотрите, как они формируют свои списки. Первые 15 человек с Кишинева, все куб на наш сват брат, а туда 101-103, это Резина, Рыжканы, Бричаны и все остальное. Выполняйте то, что мы вам говорим. У нас этого не будет. Где сильные партийные организации, они будут во главе списка. Где средние партийные организации по своему потенциалу, они будут в середине списка. Где слабенькие, они чуть ниже будут. Но все регионы будут представлены. Потому что мы говорим, сильные регионы – это сильная страна. Наша страна должна развиваться комплексно. И если у человека вот этот мизинчик маленький болит, у него все тело болит, и голова болит, и он не может спать только из-за того, что у него маленький мизинчик болит. А Молдова – это организм, это мы с вами. От Бричаны до Кагула мы с вами, жители Молдовы. И у нас ничего не должно болеть. Наш организм должен быть крепким, и он должен развиваться комплексно. И каждый регион должен знать, что приход партии регионов к власти будет означать. Они будут знать, сколько средств им положено по закону. Они будут знать, что эти средства однозначно пойдут, и они будут знать, что они несут персональную ответственность за эффективное использование этих средств. Не будет любимчиков и нелюбимчиков. То, что сегодня делается, то, что 8 лет назад делали, а мы это с вами видели. Был председатель района коммунист, наш, ему давали деньги. А другой партии, не наш, деньги не давали. Не будет этого. Мы наведем порядок, и мы наведем систему, при которой внимание будет выделяться одинаковое, забота будет проводиться одинаково по каждому региону. Потому что это один здоровый комплекс, организм наш, и он должен развиваться комплексно. Очень часто регионы, я по-другому не могу сказать это слово, оскорбляют. Когда говорят, что вы там бричаны, вы там кагул, вы там ханчешты, вы все дотационные, мы вас кормим. Вы слышите эти разговоры в регионах? Центр нас кормит, оказывается. Это не так. Нельзя такие вещи говорить в собственной стране. Мы все являемся налогоплательщиками, мы все платим налоги. Если взять сегодня все банки, которые сосредоточены в Кишиневе, если взять сегодня все крупные компании-плательщики, которые платят налоги здесь, в Кишиневе, разрастать их по регионам, то Кишинев будет ходить с протянутой рукой и просить их по регионам. Вот что будет. Поэтому, когда мы говорим, что Молдова должна развиваться комплексно, мы должны уметь давать отпор этим людям, которые говорят, мы кормим там бричаны, мы там кормим рыжканы или мы кормим еще какой-то район. Это наше государство. И обратите внимание, что это говорят эксперты с экраном телевидения. Они показывают ущербность региону, что вы там в регионах сидите себе, вот мы здесь в Кишиневе, мы все знаем, и мы умеем распоряжаться всем. А в регионах огромный потенциал за эти годы вырос. Кто сможет, какая партия сможет дать возможность, чтобы по своим спискам с регионов забрать людей и привезти к власти в Республике Молдова? Да никто этого не позволит. На наш кум, сват, брат и первые 15-20 человек, ближайшее окружение руководства партии. Только через партию регионов, вот эту мысль доведите до всех сильных лидеров на местах. Только через партию регионов можно будет пройти парламент Республики Молдова в составе нашей команды, даже не являя членом партии регионов. Главное, чтобы выполнял принципы, 11 принципов нашей партии, потому что эти 11 принципов подготовлены были действительно с настоящими экспертами, государственниками, которые хотят усиления и укрепления молдавской государственности. И эти 11 принципов отвечают интересам молдавской государственности. Ни одна партия этого в Молдове, вот посмотрите, все 40 партий, ни одна не имеет этих принципов, то, что мы имеем с вами. А эти принципы, они именно то, что отвечает интересам Молдовы. Я рад, что в Молдове есть политические силы, которые придерживаются аналогичных взглядов. Не во всем, не все 11 принципов может быть, но большинство этих принципов есть партии, которые поддерживают. Мы с ними ведем диалог, мы с ними работаем, мы с ними сообща обсуждаем наши вопросы. Есть несколько тем, где мы можем с ними и выступаем вместе. Это борьба с явлением унионизма. Мы против тех, кто ходит по городам и площадям Республики Молдовы и выступает за ликвидацию молдавской государственности. Мы против их. Мы всегда будем выступать за суверенитет Республики Молдова, чтобы Молдова была единой, чтобы она была объединена, чтобы она была сильной, демократической, нейтральной страной. Я хочу, чтобы на первом месте стояли интересы государства, человека, на первом месте интересы человека и государства, чтобы наша страна эффективно развивалась. Вот это коротко, что я хотел сказать в заключении. Если у нас нету никаких справок, замечаний по восьмому вопросу, это вопрос разный, нету, тогда позвольте на этом работу второго съезда партии региона Республики Молдова объявить закрытым. Я прошу всех членов Национального совета сейчас остаться. А остальным спокойно, не торопясь, дорога дальняя, транспорт, не спеша, пообедайте и в дорогу, только не гоните машины, аккуратно. На дорогах полицейские смотрят превышение скорости, поэтому скорость не превышайте. Спасибо и всего самого доброго. Спасибо.